О запрете курения. Это статья Рав Элизер Меламет. Я вам зачитываю, я не всю статью. Дело в том, что многие говорят, что в Торе вообще-то нет запрета курения. Правда, есть запрет? Нету запрета курения. Но я вам скажу так, что запрещают то, что нужно запрещать. У евреев в то время такой проблемы насчет курения не было. Хотя в Египте курили. В Египте курили, но знаете что курили? Анашу или марихуана. И трубки даже находят среди мумий. Любимую трубочку уложили, там женщина фарон даже. И у нее трубка рядом лежала. Поэтому курили в Египте и мужчины, и женщины. Но евреев как-то это не касалось. Поэтому прямого запрета нет. Но дело в том, что исследовали врачи. И вы знаете, что у курильщиков намного больше шансов получить различные заболевания. В частности, онкологические заболевания. Поэтому, значит, еврейский равен Хофиц Хаим. Хофиц Хаим, который примерно жил в начале 20 века. Он запретил некурящим начинать курить. Курящим евреям он рекомендовал меньше. Меньше курить. Но большинство радио не видели основания для окончательного запрета. И не стали заставлять курящих учеников, и Шив отказываться от курения. Поэтому мы часто можем видеть, даже синагоги, я так интересно наблюдал, выходят и сразу начинают курить. Хасиды много курят. Там и другие группы. Но есть заповеди. Да. «Только очень береги себя и храни свою душу». Тора Дворим 4.9. Тора Закония. Еще написано. «Оберегайте очень души ваши». 4.15. Значит, душа – это жизнь, да? Мы говорили. Душа. Есть понятие душа как духовная сущность человека, да? И есть понятие жизнь. И как должны мы к своей жизни относиться? Очень бережно. Не просто даже, а «оберегайте очень». В оригинале написано «очень». Только «очень» оберегайте души ваши. То есть нужно беречься от всего, что может угрожать душе. Есть, например, закон, обязывающий оградить балкон и крышу. Да? Если она доступна как балкон. Чтобы человек не мог с ним упасть. И так же самое – забота о здоровье. И поэтому курение большинство раненых запрещается. Почему? Тело принадлежит не человеку, а кому? Творцу, да. Творцу. И тот, кто продолжает курить, он какую заповедь нарушает еще? Не убивай. Потому что это тоже убийство, только медленное убийство. Это нарушение фундаментальных десяти заповедей. Хорошо. У курильщиков, главным образом, возникает три болезни. Первая – это прямой удар по легким, бронхиты, эмфиземы и так далее. И это уменьшает способность легких усваивать кислород. Вы знаете, курильщики обычно кашляют, да? Второе – это болезни сердца. Примерно каждый четвертый случай смерти от инфаркта является следствием курения. И третье – это рак, онкологические заболевания, да? Курящий человек заболевает раком в два раза выше, чем тот, кто не курит. А среди курящих, статистика даже заболевания раком легких выше в семь раз. Выше в семь раз. Значит, дальше смертность среди курящих людей в возрасте 45 лет и выше, 45 лет выше на 80 процентов, смертность выше на 80 процентов, чем среди не курящих такого же возраста. Что значит смертность? Смертность высчитывается на тысячу населения или на 10 тысяч населения, да? Берем тысячу человек в возрасте 45 лет и смотрим, сколько их в течение года умерло там. Да? Вот. Смотрим, сколько же из них оказалось курящих, да? Вот. И 80 процентов на 80 процентов выше, чем среди не курящих того же возраста. А среди людей в возрасте около 60 лет на 125 процентов выше. Есть и косвенное поражение. Из-за того, что замедляется действие, это токсин, который замедляет яд, он входит, никотин в состав медиаторов, которых, ну медиаторы, это что? Химические вещества приспособствуют переключению нервного импульса с одной клетки на другой. Вот напрямую не соединены клетки проводами, да? Вот клетка заканчивается, и другая клетка, они входят вот так, вот знаете, как мама и папа, да? И здесь образуется медиатор, ацетилхолин, и он передается на вторую клетку. И та клетка возбуждается, то есть напрямую электрическое возбуждение не проходит. При этом происходит определенная задержка, да? Десятые и сотые доли секунды. Но если человек, скажем, ведет автомобиль, или занимается какой-то работой на высоте, или в каких-то местах, где нужно особое внимание, правда? И он курит, то что с ним происходит? Происходит задержка, кроме того сосудистых всяких глиний, задержка проведения. И поэтому, значит, больше, больше примерно на 6,5 десятых курящих служит причиной аварии, а у некурящих это 3,75%. То есть при дорожно-транспортных происшествиях примерно получается в два раза показатель. 6,5 и 3,7, да? Два раза показатель выше у курящих. Особенности вредно-пассивное курение. Ну, курящий, который курит, если, допустим, алкоголик тихо себе напивается где-нибудь в углу, и от этого страдает только его семья, то, к сожалению, такая наглость, что даже я иногда бываю в маршрутке, еду в замкнутом помещении, и уже некоторые начинают закурить и в маршрутке. Я вообще, у меня от курения голова болит, я никогда в жизни не курил, и родители мне не курили. Ну, так, пробовал для понта, но по-настоящему никогда не курил. И поэтому запрещено обычно в публичных таких местах, да, запрещено создавать у себя дым или неприятный запах, который может проникнуть на территорию соседа и повредить ему. Ну, человек, называется пассивный курильщик, он получает 50% всех токсических веществ от того, что активный курильщик. Если активный курильщик выкуривает, скажем, 20 сигарет, да, то рядом с ним сидит человек, который вообще не курит, и получает тот же самый яд, как от 10 сигарет. Можете себе представить? Вот. И это очень вредно. И это получается, что мы наносим ущерб своему здоровью и каждому другому человеку. И Тора в таком случае запрещает. Можно ли помогать курильщику? Ну, скажем, твой престарелый папа или дедушка говорит тебе, сынок, сходи и купи мне сигарет, да? У евреев всегда есть чисто практические вопросы, да? Вот. Один из первых равенов, который запретил курение, был рав города Тель-Авив, Хаем Давид Аливи. И тогда перед ним стал такой вопрос, можно ли помогать курящему? Например, отец просит у сына купить ему пачку сигарет. Вот. Вот что написал по этому поводу сам Рау Хаем Давид. Опять-таки, я вам говорю, поступайте, как вы хотите, да? Но есть определенные правила еврейские. Вот, что говорят еврейские равены. Поскольку заповедь почитания родителей не может отменить другую заповедь Торы, то запрещено сыну курить, купить по просьбе отца сигареты. И хотя отец может купить сигареты и сам, поэтому тут нет запрета Торы ставить преграду перед слепым. Но все равно мудрецы запретили помогать человеку приступить к закону, даже если он сам может справиться. Поэтому сыну запрещено покупать сигареты по просьбе отца. Так считает Рау. Ну, если это вызовет большой скандал и в результате будет нанесен урон, то лучше будет сыну купить сигареты отцу и сохранить мир в семье. Так постановил рабе Шлома Зальман Оербах. Вот два равена, два мнения, да? То есть вы должны объяснить отцу и сказать, что я это делаю не потому, что я от тобой пренебрегаю, да? Потому что я хочу сохранить твое здоровье. Но если такой страшный скандал будет, то ладно, уже лучше уступить. В конце концов, это его проблемы, да? Ради мира семье можно поступиться. Ну, опять-таки, надо думать и решать. Тут есть определенные правила, но ответственность на ком лежит? На нас, да? На каждом из нас. Хорошо. Теперь вопросы развода. Ну, тем хуже. Тем хуже тому, кто стоит рядом с курящим сигаром. Все равно, понимаете, все равно, все равно яд, я вам скажу. И некоторые говорят, что кальян, кальян это не токсично. Действительно, при курении кальяна, например, да, человек практически не попадает онкологически в вот эти канцерогены, да? Но оказывается, что курищий кальян значительно больше получает, потому что он более длительно курит, более длительное время, а больше получает никотина. А никотин сам по себе является ядом для нервной системы. Если там нет никотина, если не табак курится, а табак, может быть, слово, это то же самое? Ой, ну, я говорю вам о курении. Сигареты без никотина, колбаса без холестерина. Это все, я считаю, обман. Лучше поставить себе не курить вообще, да? Вот, если есть проблемы с алкоголем, опять-таки, или есть в вашей общине такая галаха, хотя, в принципе, разрешается употреблять алкоголь торой, да? И даже предписывается в определенных условиях. Да я не говорю вам, что вы должны каждую субботу теперь выпивать вина, да? Если ваша галаха против. Галаха определенной общины. Сказано не пить алкоголь. Пейте виноградный сок. Правильно? Вот так что, пожалуйста. Теперь вопросы развода. Развода. Хорошо. Да, развод, иудаизм всегда разрешал развод. Дело в том, что иудаизм – это практическая религия, да? Вы сами понимаете, что можно теоретически запретить всякие разводы. Но возникнут тогда очень большие проблемы люди. И жизнь некоторых людей в таких случаях станет невыносимой. Согласны? Ради мира, ради сохранения жизни и здоровья человека, да? Естественно, разводы разрешены. Хотя это не является планом Божьим, да? Помните, это как пошли, закосердие вашими. В древности наиболее частые причины развода были, если жена беременна и не рожала, да? Потому что считают, что брак и супружество, значит, оно существует прежде всего для того, чтобы дать потомство. Да. Но, как говорится, вы сами понимаете, что это не всегда верно. И есть много случаев, когда, помните, рассказывали о женщине, которая забрала своего мужа, да, в дом. Вот, были проблемы у Якова со своими женами, да, вы помните, и с наложницами. Были проблемы у Авраама с Агариев, все из-за этих штук. Если бы Авраам больше уповал на Господа и подождал немного, видите, что у нас? У нас терпения не хватает, да? Самая большая наша проблема – это отсутствие терпения. То не было бы таких больших проблем. Есть и такие устные законы. Есть такие устные законы. Если мужчина лишал жену супружеских отношений, то его заставляли это делать. А если он не хотел и не мог, он должен был с ней развестись. Если она отказывалась от супружеских отношений, то сумма, которую компенсации она получала от мужа, сумма компенсации уменьшалась. Жена могла получить развод, если муж в течение шести месяцев уклонялся от выполнения супружеского долга. Ну, не потому, что он, допустим, уезжал в командировку, да? А живут они вместе, и он с ней жить не хочет. По какой-то причине. Муж мог развестись с женой даже, если она во время супружеских отношений кричала так, что слышали соседи. Вот такие вещи. Но это все касается устной торы. И было немало таких проблем и в гетто, и в маленьких штетлах, которые связаны с браками. Как же относится вообще Бог к этому? Вы помните, пророк Мика сказал, что если человек разводится с женой, да, то что с ним происходит? Алтарь рьет слезы, да? Это говорится о кем? О священниках. Значит, мы говорим, что в те времена священникам запрещалось разводиться, да, жены? Но мы сейчас царственное священство. Значит, нам этот вопрос тоже относится. Раби Елизер сказал, если мужчина разводится с первой женой, даже алтарь льет слезы. Да. Если кто возьмет жену и станет ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он найдет в ней что-либо постыдное, и он напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит из дома своего. Он должен ее отпустить. Шалах употребленное слово. А шалах значит не просто отпустить, а выслать, или даже выбросить. Слово, да, шалах, вот когда посылаю, послать посылку я могу, да? Или если вот бросили мяч, да, я шалах. Образно. То есть, такое случаю. Да. Ну, видите, здесь говорится, куда, не просто на улицу, да, а в очи дом, да? Отослать к тестью, допустим, там, где она откуда была, была где-то раньше, да. Есть определенное, да, есть определенное направление, совершенно верно. И видите, если кто возьмет жену и станет в дужем, и он не найдет благоволения в глазах его. Помните, не найдет благоволения, это значит не будет любить ее, да? И найдет в ней что-либо постыдное. Вот из-за этого были споры, да, помните, две школы. Опять тест вспоминаете, что у вас это может быть на тесте. Гелеля и школа Шамая, да? И кто был самый строгий? Шамай, да? Вот Шамай, он сказал, что можно разводиться с женой только в случае любодеяния. Почему? Написано, и найдет в ней что-то постыдное. Здесь не написано, что в случае любодеяния. В случае любодеяния это комментарий кого? Шамая, да? Если было любодеяние, и если это любодеяние, видели двое свидетелей, и это доказано, то с ней не разводились, да? Что с ней делали? Били камнями, так тут проблема развода не стояла. А если найдет что-либо постыдное, это что? Что в том случае, если, как говорится, он знает, все знают, да, что она с кем-то была, но доказать это юридически нельзя, да? В таком случае нет уже отношений супружеского завета, поскольку это измена, да? И что тогда лучше ее? Лучше ее отослать, да? Лучше ее отослать, потому что таким образом, если сохраняется, как бы сказать, брак, да? Есть такие мужья, которые знают, что у ее жены есть любовники, и спокойно закрывают на это глаза. Да? Есть? Есть, да. Есть. И кто же в этом случае виноват? Сколько виноват их? Трое. Трое. Уже трое. А, да, третье же трое. Потому что двое виноваты в том, что прелюбодействует, да? А третье виноват в том, что это допускает. Да? Если ты не можешь доказать, но знаешь, что это, то нужно что сделать с женой? Развестись. Если она после этого передумала, если она после этого передумала и перестала блудить, да, что нужно с ней сделать? Простить и взять обратно, да? Ну, а если она уже вышла замуж за этого прелюбодеянеца или продолжает уже свои прелюбодеяния, что с ней нужно делать? Да, уже она не может быть женой. Вопросы прощения и непрощения – это вопросы нашего решения, воли. Вот. И еще сказал, что нужно прощать. Правда? И нормально мы должны прощать. Тяжело. Было бы легко, но знаете, мы бы уже все были святыми, с ангелами, с крылышками, да? Были бы, да? А так мы просто святые без крылышек пока что. Может, вырастут в свое время. Потому что мы еще не научились прощать. Да, вот когда мы учимся, вот тогда мы будем полностью готовы для Царства Небесства. Не только в отношении жен, говорится. Хорошо. А Гелен, он так говорит, ну, если муж не хочет жить с ней, да, то миров все равно не будет. Он больше не нашла благоволения в его глазах. Если она даже сварила плохо суп, то он может с ней развестись. Ну, я вам скажу, если жена приготовила плохо суп, а муж жену любит, то что он сделает? Он все равно съест и будет доволен этим супом. Потому что из рук моей жены, да, я и отраву выпью с радостью. Ну, да. Это я цитирую книгу «Потоп». Из рук моей паны я бы ее отраву выпил. Да, Тенкевичи. Итак, видите, два мнения, две школы, да? И в большинстве случаев Ешуа придерживался какой школы? В большинстве случаев школы Гелелия, да? Потому что она более демократична. И она более легкая к исполнению. Но в данном случае это очень строго. Бог спрашивает. Поэтому школа какая? Шамая. Запомнили? Запомнили. Значит, развод дается тем, что он дается в предсределенное письмо. Письмо как называется? Гет. Если женщина не получила это письмо, она не считается разведенной. Поэтому очень часто женщины боялись получать письмо от мужа. Только она возьмет в руки это письмо, и видели это двое свидетелей, она уже считается разведенной. Если ей просто прочли письмо, и она не держала его в руках, или кто-то ей сказал об этом, это не является. Это не является разводом. Ну, все можно, в принципе, только осторожно. Смотрите, чтобы не согрешить в глазах Божьих. Правда? Думайте. Думайте. Да, пока суп не начистоит. Правильно сказали. Хорошо. У мусульман, значит, достаточно сказать, я развожусь с тобой три раза подряд. Иногда вопросы развода оговариваются в кудубе. И люди говорят, если человек женится, и он не собирается разводиться, то зачем же тогда об этом писать в кудубе, да? Еврейские раввины говорят, что муж должен дать своей жене к кудубу во время свадьбы, чтобы ему не было легко с ней развестись. Вы знаете, что в кудубе еще перечисляются условия развода. И там иногда муж должен ей сдать больше, чем он к концу, там, этих десяти супружеских лет имеет, да? Вот, то есть это все серьезные вещи. Итак, школа Шамая говорит, мужчина не может развестись с женой, кроме случая, когда она ведет себя распущенно. Школа Гелеля говорит, что может развестись, даже если она просто сожла его обед. А Раби Акива, Раби Акива вообще хулиган, он говорит, что может развестись, если он найдет более красивую женщину, чем его жена. Но я категорически не придерживаюсь, ни категорически не придерживаюсь мнения Раби Акива. Кстати, Раби Акива как раз в своей жене был верен. Но у него такие вот тоже пунктики. Это очень частая причина развода, правда бывает? Но это не еврейская школа, и я не считаю. Да, и если, значит, да, мужчина не хочет разводиться, я вам говорил, то в 12 веке Маймонид, Раби Маше бен Маймон, помните, мы говорили, он издал указ такой, что если муж отказывается ждать жене развод, его нужно заставить делать это, чтобы он сказал, я согласен. То есть, короче говоря, бить. Ну да. Ну так в самом трактате у Маймонида такой указ. Если муж отказывается дать жене развод, его нужно заставить сделать это, чтобы он сказал, я согласен. Да. Ну, еврейские Раби Акива решили, это так, что его надо сечь, пока он не согласится. То есть, бить. Так как я вам говорил, что больше 39 раз нельзя человека бить, то можно бить понемногу, но часто. А если это все немного собрать в один раз? Ну так это от него зависит. Он может и не допустить до того, что его бить будут, если он будет знать, что все равно этого не избежать, правда? Но есть просто такие упрямые мужчины, и такие вот собственники, которым нравится издеваться над женой. Это вопрос защиты женщины, правда? Это нормально, естественно. Значит, женщина, которая не получила гет, считается замужем. На иврите называется агуна. Агуна, буквально закованная. Закованная женщина, запрещенная для других мужчин. Женщина, да, находится в разводе, но не получила гет. Она называется агуна. Я вам говорю, что часто такой причиной было, что муж уезжал, да, где-то погибал, не было свидетелей, и поэтому рекомендовали, чтобы если муж далеко уезжает или уходит на войну, он написал гет. И дает такие условия. Допустим, если я в течение трех лет или четырех лет не вернусь, да, этот район обязан вручить гет женщине. В таком случае женщина может выйти замуж. Валерий Иванович, если он вернется, там через три с половиной года, что тогда делать? Значит, условия соблюдены. Она гет получила, которые он написал. Он дал такие условия, да? То есть она разведена. А? Нет. Если она вышла замуж за кого-то, то нельзя. Если она не вышла замуж, он может вправо жениться. Гет означает что? Разводное описано. Гет отсюда, да, гет. А гуна означает закованное. То есть женщина не может выйти замуж. Ну, она живет нормальная женщина, но выйти замуж не может. Потому что она не считается разведенной, да? Потому что двоеженство запрещено. Согласны? Двоеженство запрещено. Запрещено. Так говорит еврейская традиция. Значит, и Матфея, Иоанн Георгий Матфея, сказано так же, что если кто разведется с женой своей, пусть сдаст ей разводную. Раби Ханания от имени Раби Пенхаса, говорит Матфея 5.31. Раби Ханания от имени Раби Пенхаса говорит. Во всей главе говорится Бог воинств. А здесь, при упоминании о разводе, написано Бог всесильный Израиля. Чтобы научить тебя, что не объединяет Всевышний свое имя с разводом, но только с Израилем. Очень интересно даже. Помните? По жестокосердию. Обычно всегда Бог совод, Ягба совод, Бог воинства, Бог такое-то, Бог такое-то. А здесь говорится Бог Израилев. То есть, в данном случае, он не объединяет эту идею развода со своим именем, а только с чем? С Израилем. Даже вот это подчеркивается, то, что это дано, как по жестокосердию нашим. И Дворим, 24, дроп 1. И будет, если не обретет приязнь в глазах его, ибо нашел нечто срамное, напишет ей грамоту расторжения или гет. И есть определенные мнения по поводу развода. Хорошо. Значит, сказал раб Елизер о каждом, кто разводится со своей первой женой, даже жертвенник проявляет слезы. Спросите, почему? Потому что Бог свидетель между тобой и женщиной твоей юности, что ты предал ее, а она ведь подруга твоя в союзе с тобой. Жертвенник построен из камней, которые не видят, не слышат и не разговаривают. И у них нет дыхания жизни. Но об этих камнях, говорится Тора, не поднимай на них железо, потому что железо, из него делаются различные орудия, убийства. А жертвенник продлевает жизнь человека и восстанавливает мир между Израилем и отцом благодаря искупительным жертвам, приносимых на нем. Вот так относится еврейский иудаизм, да, еврейская традиция к разводу. Хорошо, еще что говорит, значит, да, по жестокосердию вашего Матфея 19, дробь 8, позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала было не так, потому что вначале сказано, будут двое одной плотью. А если разрезать человека на две части, что с ним получается? Погибает, правда? Да. То есть, фактически, развод, он каким-то образом даже связан с убийством. Потому что она одна плоть. И что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Если муж отпустил жену свою, и она отойдет от мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли этим страна? Не осквернилась ли бы этим страна? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако возвратилась ко мне. Говорит Господь, Иеремия 3, 1. Поэтому, если женщина была уже замужем за кем-то, да, и она возвращается опять к своему мужу, это уже расценится как прелюбодейство. Как прелюбодейство. Еще употребляется, когда развод, еврейский глагол гараж. Гараж. Не «же», а «ше» на конце. Гараж. Гараж, который употребляется в смысле «выгонять», «выставлять» или «отложить». Такое, например, употребление этого числа в числах 30 дробь 19. Значит, гараж, отсюда гаруш разведенный, да, а разведенная женщина как груша. Груша. И, да, значит, первое для развода употребляется слово «шалах», вы уже говорили, да, посылать-высылать в каком-то направлении, да. Второе мы говорили «гараж», что означает «выгонять», «заставлять», «выставлять» или «отложить». И третье слово «кериют». «Кериют», «кериют» происходит от слова «карат». «Карат» – от того же слова, что «карате», да. Что значит «карат»? «Отсекать», «рубить», да. Вот смотрите, «ше-кира», «ше-кира», то, что рубит, да, «киру резать». Как «рубить» по-молдавски? Не помните, да. Видите, есть в других языках тоже аналогичные, вот в японском, да, «кира». «Шалах» означает «посылать в каком-то определенном направлении». Значит, «гараж» – это вообще выгонять. А слово «кериют», «развод» – это в том смысле слово «карат», что значит «отсекать», «отрезать». Да, вот «ликратон» – это совершенное одиночество, совершенная отверженность. Так, греческое слово, может, я неправильно прочту, я греческим не силен. Греческое слово «аполюо» употребляется в Новом Завете для обозначения развода. И буквально означает «откладывать», «освобождать», «увольнять». Вот если увольняешь свою секретаршу, значит, по-гречески, что разводишься с ней. Да. «Всякий, разводящийся с женой, свое и женищийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женищийся на разведенный, с мужем прелюбодействует». Значит, это употреблено слово греческое «апостазион». «Апостазион» от слова «афистеми». «Апостазион» от слова «афистеми», что означает «отодвигать», «восстанавливать» или «оставлять». «Отодвигать», «восстанавливать» или «оставлять». То есть, женщину, ее выбрасывают, да, как бы отодвигают в сторону. Ты сама по себе, я сам по себе, да? Да. Бог как смотрит на развод? Бог ненавидит развод. Да, в Малахе, в 2 главе, там есть отношение Бога, да, к разводу. Там еще сказано, наблюдайте за Духом вашим и не поступайте вероломно. Вероломно. То есть, поступить вероломно – это значит разорвать духовные узы двоих, ставшие одной плотью. И если говорится, что кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод при любодействии. То есть, если он разводенный, тот при любодействии. Матфея, опять-таки, видите, сейчас наиболее часто какая причина является, когда муж или жена, они хотят жить с другим человеком, да? Он или она уже нашли нового, кого-то лучше, кого-то совершение. И это, что будет сравниться, как при любодеянии. Я вам еще говорю, это, это, эта вещь, все вот эти вопросы разводов, все, это не есть абсолютно строгий закон. Как вот некоторые говорят, что абсолютно строгий закон. Вот как написано, если ты женился на разведенной, хорошо, а если ты женился на разведенной и не был еще верующим, то ты что, прелюбодействуешь или не прелюбодействуешь? Что теперь с ней развестись? Ну, если по закону, получается, прелюбодействуешь, или женщина разводится, вот, а муж алкоголик, к примеру, он ей не изменял, да, но он алкоголик. А она потом вышла замуж на нормального, достойного человека. Прелюбодействует она или не прелюбодействует? Значит, как мы должны рассуждать? По букве закона или по духу закона? Да, прелюбодействует, это мы можем понять, абсолютно сказано с тем, что если кто-то нашел лучшего партнера, да, как он считает. Это абсолютно прелюбодействует. А в остальных случаях, как мы должны поступать? Вот здесь правило связывать и развязывать есть. Да? То, что вы решите, что оно кошерно, то есть связано, значит, будет так. И ангелы согласятся и скажут, что аминь. И Бог согласится и скажет аминь. Но на лидеров церкви есть определенная ответственность. Это, опять-таки, все законы, все ограды, они даны для чего? Для блага человека или для несчастья его? Правда? Вы подумайте. Если такое вот соблюдение закона ломает жизнь человеку, хорошо это или плохо? Правда? А если лидеры церкви не хотят принять на себя ответственность, в этом случае ответственность на ком лежит? На лидера церкви, да? Значит, лидеры церкви не хотят на себя принять ответственность и начинают угрожать. Вот ты решишься спасением, вот ты прелюбодействуешь, начинают манипулировать людьми, и они считают, что это правильно. Правда? Мы можем буквой закона убить человека. Бог этого не хочет. Но в тех случаях, когда видно и известно, и понятно, какой будет результат, да, мы обязаны это дело остановить. В любом случае, Бог не поощряет разводы, да? И поэтому, если есть возможность восстановления мира в семье, в особенности, если двое верующих, либо они не настоящие верующие, либо если настоящие верующие, у них нет тогда причины для того, чтобы разводиться. Согласны? Если даже нет любви, у них, мы уже говорили, есть другие отношения, долго даже их, и долго перед людьми, и так далее, которые могут и должны, да, отношения, партнерство, должны сохраняться. Сохраняться. И любить, мы говорили, это не эмоции, это не решение воли. Но все же бывают такие случаи. Нужно ли ломать человеку жизнь? Нужно поступать мудро, да? Вот. И поэтому, если муж неверующий, жена неверующая, несогласный жить, то нет причин говорить, что у тебя вот, вот я получил от Бога откровение, вот ты живешь с неверующим мужем, а вот ты будешь женой пастора. И даже говорят, конкретно какого еще пастор женат? То этих пророков надо взять хороший камень и дать им по голове, чтобы они оказались тут, в еврейской больнице, в нейротерматологии. Правда? Да. Вот. То есть есть определенные правила. Естественно. Вот. А поступивший брак не я повелеваю, а Господь жене не разводится с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачной, либо примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. То есть верующий и неверующий. Значит, кто, получается, имеет большее преимущество, имеет инициативу в разводе? Неверующий, да? А верующий не должен разводиться. Но, опять-таки, если в случае, что жизнь с этим человеком, с алкоголиком превращается в ад, да, то развод допустим. Правда? Да. Развод допустим. Но при этом женщина должна помнить, что если муж изменит свое положение и покается, то она что должна сделать? Вернуться к нему. Опять-таки, я же говорю, что есть определенные правила, и есть решение, которое делает община, лидеры общины, и это решение лидера общины связывать и развязывать, и оно является законом. Поэтому, если неверующий хочет развестись, пусть разводится. Верующий не несет ответственности. Это 1 Коринфянам 7 глава, да? Верующий не несет ответственности и несвязан, если его оставляет неверующий. Брат и сестра в таких случаях что? Несвязанный, да? Поэтому, если неверующий муж или неверующая женщина, и она хочет с тобой развестись. В этом случае ты можешь вступить в брак? Можешь. Потому что инициатива не по твоей вине. Правда? Вот. Хотя тоже. Лучше подождать. Лучше подождать. Почему ты знаешь жена, не спасаешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? 1 Коринфянам 7 главе есть определенная голоха по этому вопросу, да? Вот. И дальше как? Поступай, как ему Бог определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. Еще раз говорю. Как Господь призвал? Если ты женат уже на второй жене, да? И ты стал верующим, то ты не должен ее бросать, да? И говорить, знаете, ребята, я же не знал, а я уже 10 лет прерыводействую. И идти к первой жене. Потому что иначе нарушится какой завет? Вот с этой женщиной, да? Который ты сейчас, в этот момент. Как тебя Господь призвал? Как ты вошел в церковь, да? В таком состоянии, да? И оставайся. Вот. И уже ты тогда с этой второй женщиной развестись не можешь. Кроме вины прелюбодеяния, да? Вот. Либо, если она неверующая и сама захочет тебя бросить. Вот. Поэтому Бог хранит и защищает невиновную сторону при разводе. И в любом том случае, когда закон якобы защищает виновную сторону, то что важнее? Закон или милость? Милость важнее закона. Ибо сказано в притчах 2.7. Он охраняет пути правды и оберегает с тезю святых своих. Вот. И Римлянам 8.28. Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все средствует во благо. Иногда может и развод, хотя это страшная вещь, но что? Содействовать к облаху. Хотя я говорю, что в Божий план это не входит, но есть результат действия людей. Праведник страдает почему? Потому что Бог допускает это, да? Да. Все идет. И хорошее, и плохое от Бога. И ни в коем случае сами мы не должны осуждать этих людей. То есть мы можем, как церковное собрание, вынести определенный вердикт, но когда мы начинаем сами сплетничать, Матфея 7.1.5, там говорится, что не судите, не судимы будете. Каким судом судите, таким судом и будете судимы. И дальше насчет сучке и бревне, да? Вот. Насчет глазу существует и другой перевод. Я вам говорил. Хорошо. Поэтому Бог хочет, чтобы мы создали новую жизнь из разрушительного развода. Ибо я только знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И если мы не оставляем своим церковным решением будущность и надежду человеку, да, женщине и так далее, да, то мы несем ответственность перед Богом. Чтобы вы поняли. Законы есть законы, но надо иметь мудрость. Что эти делают законы? Нужно применять. Поэтому нельзя так сказать, что во всех случаях мы запрещаем развод. Или так, ага, развелась ты, все, теперь никогда не женись ни при каких условиях. Да? Вы понимаете? Вот. Надо понимать. Хорошо. Психологические. Психологические этапы развода. Я вам рассказывал об этапах умирания человека, да? Да. Да. Об этапах перехода на пенсию. Я, например, начинаю уже думать, что через 4 года у меня, наверное, будет пенсия. Если доживу. Да? А потом начинаю мечтать. Вот я жизнь начинаю. На пенсию перехожу. А потом, когда переходит человек на пенсию, он уже не может найти себе места, да? То есть, есть определенные этапы психологические. Или этапы, когда человек переезжает в Израиль, в другие места. Итак, этапы развода. Первая фаза. Ураган. Ураган. То есть, ураган чувств, да? Ураган. Первая стадия развода. Ураган. Ураган чувств, да? Ураган эмоций. Они друг на друга, как волки, грызутся, да? Или наоборот, угрызение совести, депрессия, ощущение собственной ничтожности, если тебя оставили, отверженность. И личность разрушается, и вы теряете почву под ногами. Такой ураган может продлиться полгода, иногда больше. Значит, первый этап – ураган. Ураган. И как фаза первая, это бывает фаза несогласия. Помните, как умирание? Да? Это может случиться с кем угодно, но только не со мной. Да. Значит, фаза несогласия. Развод может быть с другими, со мной это произойти не может. Ты не можешь на это пойти. Сметения. Какие возникают при этом? Да? Это все фаза урагана, как бы подзаголовки, да? Первое – несогласия. Значит, это все может быть с другими, но нет, это не может произойти со мной. Второе – смятение. Сметение. Уже человек согласен, что он может развестись, да? Но у него возникает вопрос, «А что я скажу своим друзьям? А что я скажу соседям? А что я скажу, там вот, допустим, когда были коммунистические партии, да? А что я скажу на паркоме, обкоме, райкоме, да? И так далее. Значит, вторая фаза, это первая фаза урагана – это смятение. Я не хочу, чтобы кто-нибудь об этом узнал, да? Или как я скажу об этом себе и друзьям? Третье – одиночество. Это все к первой фазе, как бы под этапы. Одиночество. Человек уже смиряется, человек это уже сказал всем друзьям, да? Но он чувствует, что теряются привычки его, да? Все теряется, и он остается один, он должен формировать новые стереотипы поведения. И можно так залазить. Я не знал, что когда-нибудь буду так одинок, даже на людях. Да? Одиночество. Я не знал, что когда-нибудь буду так одинок, даже на людях. Следующий этап – отверженность. Неужели я так нежеланен, что ты не хочешь это исправить? Меня не за что любить. Четвертый уже под первого. Отверженность. Сначала человек осознает свое одиночество, потом издевает что? Отверженность – депрессия. Неужели я так нежелательный, что ты не пытаешься что-то исправить, и, наверное, меня не за что любить? Меня мама не любила, меня девочки не любят. Знаете, такая... Да, отверженность. Следующее – страх. Страх. Я боюсь, что буду один на всю оставшуюся жизнь. Да, хорошо. Я боюсь, что буду один на всю оставшуюся жизнь. И последняя стадия – это гнев. Я ненавижу тебя, что ты причинил боль мне. Да? Значит, да, страх и гнев. Я ненавижу тебя за то, что причинил мне эту боль. Хорошо. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok